Практически каждый футбольный болельщик сохранил у себя в памяти гол, который запомнился ему на всю жизнь. Для кого-то это гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса, для кого-то гол Рональдиню в ворот Реала, а для других это гол Марко Ван Бастена в ворота СССР. Каждый из нас запомнил такой гол, который через полвека будет помнить, как вчера. Ведь футбол – это наш общий язык. В этот момент мир останавливается на 90 минут в ожидании чуда, и чудеса случаются. Иногда футболисты забивают такие мячи, которые никогда не будут повторены. Поэтому в этом видео я вам расскажу о самых невероятных и необычных голах, которые случаются раз в жизни. Друзья, это уже третья часть подобного видео, и чтобы вы не переживали, что именно ваш любимый гол не попал в это видео, то я оставлю ссылки на первые две части, в которых эти моменты, возможно, уже фигурировали. Желаю всем приятного просмотра! В августе 2016 года Халл Сити принимал на своем поле Лестер. На 46-й минуте матча Тигры исполняли угловой удар. После подачи игрок Халла сумел головой пробить по воротам. Вратарь парировал его удар, и на подборе оказались два футболиста-хозяев. Оба игрока поняли, что в такой ситуации нужно пробивать ножницами, после чего сложились и пробили, отправив мяч в сетку ворот. Даже на повторе непонятно, кто же из футболистов все же последним коснулся мяча. На различных сайтах до сих пор фигурирует имя то Дио Манде, то Эрнандеса. Но самое главное, что гол получился действительно необычным, и помог Халлу одержать победу. 24 января 2019 года Чилси противостоял Тоттенхэму в полуфинале Кубка Футбольной Лиги. Первый гол в матче забил французский полузащитник синих Нголо Канте. Сперва посмотрите на этот забитый мяч с обычной трансляцией. Ничего необычного. Хороший гол и все. Но стоит лишь посмотреть повторы, и все становится забавнее. Ведь перед тем, как мяч попал в сетку ворот, он невероятным образом сумел пролететь между ног троих футболистов Тоттенхэма. Просто фантастическое везение. Либо же невероятный расчет гения Канте. В одном из матчей австралийского чемпионата был забит, возможно, один из самых красивейших мячей того года. Футболист Ньюкасла, Джетс Райли МакГри, сыграл в стенку с партнером, но получил пас немного за спину. Полузащитник не растерялся, и изящным ударом Скорпиона с линии штрафной вонзил мяч в точно в правую девятку. Просто сказка. Снаряд полетел по такой высокой траектории, что вратарю уставалось лишь проводить мяч взглядом. Гол, естественно, был номинирован на премию имени Ференса Пушкаша. Но, к сожалению, не вошел даже в тройку лучших. Друзья, уже сегодня мы увидим два интересных матча за выход на чемпионат мира. Сборная Финляндии противостоит грозным французам, а Босния и Герцеговина сыграют против сборной Украины. Просмотром этих игр вам помогут мои надежные партнеры OneX. На такие события ребята дают самые высокие кэфы. Пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, моментальный вывод средств на большинство платежных систем. Всё это вы найдёте у моих партнёров. Хочешь получить больше адреналина при просмотре матча любимой команды? Тогда переходи по ссылкам под этим роликом. В сезоне 2012-2013 состоялся матч между Арсеналом и Нью-Каслом. Противостояние получилось жарким и подрило болельщикам 10 забитых мячей. В составе канониров хэт-триком отличился Тео Уолкотт, но один из его голов получился поистине невероятным. Футболисты Арсенала разыграли штрафной. Тео получил обратный пас и ворвался в штрафную соперника, но тут же упал, получив по ногам. Не дожидаясь свистка арбитра о назначении пенальти, форвард вступил в единоборство. Продавил сразу двух оппонентов и, вскакивая на ноги, вырвался один на один с вратарём. Такой шанс нельзя было упускать, и Эмми Рейтс увидел воочию настоящий шедевр. В феврале 2014 года Гамбург без проблем переиграл Боруссию, Юргена Клоппа. Но самым запоминающимся эпизодом встречи стал гол Хакана Чалхануглу на 91-й минуте матча. Хозяева заработали штрафной удар в 41 метре от штрафной. Вряд ли кто-либо решится на удар с такого расстояния, да ещё и со штрафного. Но турецкий полузащитник неожиданно решает бить поворотом почти с центра поля, после чего мяч по невероятной траектории залетел в ворота. Вратарь явно не ожидал такого поворота событий, и до последнего момента не понимал, куда в итоге упадёт мяч, который вертелся из стороны в сторону до попадания в сетку ворот. Тренер Гамбурга был в полном восторге от гола своего подопечного, да и сам Клопп был явно удивлён от произошедшего, ведь такое можно увидеть разве что в регби. Многие в комментариях просили добавить гол Робина Ван Перси в ворота испанцев на чемпионате мира 2014 года. И не упомянуть этот шикарный гол я просто не могу. Дейли Блинт с середины поля отправил виртуозную передачу на Робина. Голландец, не дав мячу опуститься на землю, в невероятном по красоте прыжке рыбкой нанёс удар головой поверх вышедшего из ворот Кассилиаса. Обратите внимание на действия Ван Перси. В момент передачи Блинта Робин на секунду взглянул в сторону Икера, после чего моментально проанализировав ситуацию выбрал самое необычное и эффектное решение, идеально сгруппировавшись для прыжка, чтобы ударить как можно сильнее. Уверен, что каждый, перебирая в памяти голы того чемпионата мира, в первую очередь вспомнит именно этот эпизод. В Голландии в честь этого даже выпустили памятную монету, на оборотной стороне которой изображён силуэт Ван Перси. Лига чемпионов 2006-2007 свела в одной группе Барселону и Челси. И в матче четвёртого круга невероятным перформансом отметился полузащитник синих Фрэнк Лэмпард. На 52-й минуте матча голевой пас Макелеле застал в положении пассивного офсайда Дрогба, но не Лэмпарда, располагавшегося на одной линии с защитником Барсы. Догнав мяч у лицевой, Фрэнк развернулся и, не глядя, отправил его за шиворот в Альдесу. Получился просто изумительный по красоте гол практически с нулевого угла. А с моим промокодом FOODLIFE ты можешь получить аж до 25 тысяч рублей при регистрации на первый депозит. Но только для новых пользователей. В игре чемпионшипа между Брайтоном и Ньюкаслом был забит один из самых курьёзных голов того сезона, который вряд ли кто-либо сможет повторить. Речь идёт о розыгрыше углового на 80-й минуте. После подачи мяча вратарь отбил его прямо в ноги футболиста Ньюкасла, который, судя по всему, попытался пробить по воротам, но вместо этого у него получился пас партнёру. Тот, еле-еле успев дотронуться до мяча, в одно касание переправил мяч на Мухаммеда Диаме, от ноги которого мяч нелепым образом отскочил в ворота, перельтев через вратаря и полевых футболистов-хозяев. «Самая счастливая случайность в истории – Ньюкасл забивает гол в три ноги, который сбивает всех с толку», – писали английские СМИ после матча. С момента введения награды имени Пушкаша обладателями трофея зачастую становились именитые футболисты. Но в 2016 году награду завоевал никому неизвестный игрок из малазийского чемпионата. Фаис Субри исполнял штрафной удар с дальней дистанции. Игрок разбежался и сверхъестественным ударом по необъяснимой траектории отправил мяч в сетку ворот. Получился просто фантастический гол, который даже сложно описать словами. Многие эксперты сравнили гол малазийца с легендарным штрафным ударом Роберто Карлоса. В одной восьмой лиге Европы чешская Славия Прага гостевала у испанской Сивилии. На 39-й минуте при счёте 2-1 в пользу сивильцев гостям предоставился шанс выполнить угловой удар. После подачи Мирослава Стоха мяч прилетел, как казалось, на голову Алексу Кралу, который каким-то непонятным образом переправил мяч в ворота. Футболист и сам не понял, что произошло. Он начал смотреть в другую сторону в поисках мяча, который уже был в сетке. И самое забавное, что мяч угодил в плечо Чеха, отчего и таким необъяснимым образом отрикошетил в ворота. Галкиперу Сивилии даже потребовалась медицинская помощь, поскольку спасая ворота он ударился о перекладину. В 2017 году во втором американском чемпионате был забит гол после невероятной акробатической комбинации двух игроков. Футболист Аклахомы Майкл Харрис вбросил аут в штрафную площадь соперника, сделав перед этим переднее сальто. Мяч полетел в штрафную Сакраменто, после чего защитник неудачно сыграл головой. Мяч завис над штрафной зоной, и Мигель Гонсалес, опередив защитников, эффектным ударом в падении через себя поразил ворота соперников. Голы вратарей всегда вызывают у зрителей кучу эмоций. В первой части я упомянул гол африканского голкипера через себя. Но в этом видео я хочу показать не менее превосходный гол от Мартина Хансена. К 95-й минуте встречи его клуб проигрывал со счетом 2-1, и тогда голкипер решил прийти на помощь к своим партнерам во время штрафного удара. Одноклубник отправил неудобную передачу в штрафную, однако Хансен изловчился, и при восходном ударе, втором пяткой в падении отправил мяч в сетку ворот. Помимо фантастического гола, Мартин спас свою команду от поражения и попал во всевозможные хит-парады. Ни один из подобных роликов не обходился без голов Роберто Карлоса и Златана Ибрагимовича, и для этого ролика я нашел пару безумных голов в исполнении этих суперталантов. После изящной подачи Дэвида Бэкхэма мяч идеально полетел к бразильцу. Роберто Карлос воспользовался подарком Бэкса и изящным ударом с лету вонзил мяч в нижний угол ворот Малерки. В матче против Кана Ди Мария отдал не самую точную передачу на Лукаса Моуру, после чего мяч отскочил к Златану. И тогда Ибрагимович невероятным пушечным ударом вонзил снаряд в сетку ворот. Вратарь был полностью бессилен от такого мощного выстрела. Именно призрачным голом назвали забитый мяч Штефаном Кислингом на 69-й минуте в матче Байера и Хофенхайма. После очередного навеса с углового, футболист гостей ударом головы переправил мяч в сторону ворот. Мяч прошёл рядом со штангой, но потом мистическим образом оказался в сетке ворот. На повторе стало заметно то, что мяч смог найти дырку в сетке и приземлиться на землю уже внутри ворот. Несмотря на претензии футболистов Хофенхайма, которые показали рефери ту самую дырку, главный арбитр матча Феликс Брых всё равно зачитал этот гол. В итоге эта ошибка позволила леверкузенцам набрать три очка. Этот эпизод потряс всю немецкую общественность. Но в итоге спортивный суд Германии принял решение оставить результат поединка в силе. Друзья, на этом всё. Поэтому я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры подогнал «Симон»!